МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пора есть витамины. Наконец наступило лето, и на прилавках магазинов мы ищем свежие овощи и фрукты. Причем стараемся выбирать местную продукцию. К ней доверия больше. Надеемся, что, как в той рекламе, свои-то яблочки всякой гадостью не поливают. На Белгородчине, как и в целом, по России отрасль садоводства перспективная, но явно недостаточно развитая. Доля отечественной продукции в объеме потребления в целом по стране составляет лишь треть. Но что особо удивительно, традиционных для наших широт яблок за границей мы закупаем почти столько же, сколько и экзотических бананов. В нашем регионе производство собственной садоводческой продукции заметно выше, чем в целом по стране. Но, тем не менее, обеспечивает лишь половину потребностей белгородцев. Увеличить этот показатель решили в правительстве области. Принята региональная программа, нацеленная на производство 1 млн тонн садоводческой продукции ежегодно. На эту мощность удастся выйти в течение ближайших 12 лет. На помощь должны прийти современные технологии в садоводстве. Планируется, что первые доходы новые предприятия начнут получать уже на пятом году работы. А вот в качестве инвесторов вполне могут выступить не крупные компании, а простые фермеры. Сейчас в правительстве региона разрабатывается механизм привлечения капитала в яблочную отрасль, который будет выгоден всем. Да, это очень капиталоемкий проект. Мы даже в этом плане планируем, чтобы прилечь деньги с рынка, планируем запустить такой проект, он так называется у нас «Яблочный вексель». Яблочный вексель. То есть вот, допустим, у вас есть 10 млн рублей, и вы не знаете, куда их вложить. Вы в раздумьях, вы мучаетесь, вы плохо спите, потому что все падает, там валюта падает, и их надо куда-то вложить. В недвижимость рискованных кто-то еще может разворовать там еще. А мы ему предложим яблочный вексель, пожалуйста, вот где-то полтора, может 2 млн рублей этот вексель будет стоить, сейчас мы подсчитываем. Которых этих денег достаточно одного векселя для того, чтобы заложить яблоневый сад на одном гектаре. Мы даем гарантии, что вы получите эти деньги по номиналу, там в течение, допустим, срока окупаемости, там 5 или 6 лет. А затем, когда уже сад вступает в фазу плодоношения, значит, вы будете устойчиво получать прибыль с одного гектара, которую вы получите от реализации 10 тонн яблок, то есть четверти урожая. Остается инвестору, уже в виде прибыли. Сколько стоит будет через 10 лет 10 тонн яблок? Сегодня я знаю, что это примерно 300 тысяч рублей, а через 10 лет, может быть, и 800 тысяч рублей. Я не знаю, какая будет инфляция, а может, меньше. Вот самое выгодное вложение денег будет. А ведь свежие овощи, например, можно получать даже зимой. Технологии земледелия не стоят на месте. Защищенный грунт и никакой фантастики и весеннего авитаминоза. В идеале в зимне-весенний период каждый россиянин должен потреблять не менее 12 килограммов овощей. В Белгородской области производится чуть больше половины этой нормы. Однако объемы растут. Например, с 2008 года производство овощей закрытого грунта увеличилось почти в два раза. Это следствие реализации областной целевой программы, предусматривающей поддержку крупных тепличных комплексов. Благодаря ей удалось построить и ввести в эксплуатацию свыше 13 гектаров новых производственных площадей. В 2013 году было выращено более 12 тысяч тонн томатов, огурцов и салата. Что, правда, не дотягивает до запланированных программ и объемов. Об успехах и проблемах тепличного хозяйства региона в нашем сюжете. На сегодняшний день Россия уже побила свой собственный рекорд по выращиванию овощей закрытого грунта, поставленный еще в советское время. Никогда раньше страна не производила за год 615 тысяч тонн этой продукции. Только в прошлом году в разных регионах построено свыше 150 гектаров новых современных теплиц. Но чего же, несмотря на эти показатели, импортная продукция все равно преобладает на конечном потребительском рынке? Все просто. Объемы до сих пор недостаточны. Для того, чтобы составить конкуренцию импортным овощам, мы должны производить в три раза больше, чем сейчас. В Белгородской области одним из крупнейших производителей являются знаменитые теплицы Белогорье. Этот проект, как экономическая гордость региона, не раз демонстрировался высоким столичным гостям. Он действительно беспрецедентный. Как по масштабам, почти 14 гектаров, площади, так и по технологии. Гидропоника, капельный полив, искусственное досвечивание, газовый энергоцентр и компьютеризированное управление всеми процессами. Однако первая из проблем, с которой столкнулись на предприятии, открывшемся лишь в прошлом году, это кадровая. Новые технологии требуют совершенно иных навыков. Им не учат ни в одном учебном заведении. А потому весь персонал теплиц к работе с овощами закрытого грунта пришлось готовить самостоятельно. Сегодня свежие овощи поступают не только на столы белгородцев. Предприятие экспортирует продукцию в регионы Центрального Черноземья, а также Москву и Питер. Однако дальнейшее развитие и увеличение объемов производства – это новые и немалые инвестиции. Например, одна только система электродосвечивания чего стоит. Расход электроэнергии на нынешних площадях 4,5 тысячи киловатт в час. Но без досвечивания объемы производства резко сократятся. В целом на строительство этого тепличного комплекса потребовалось 2,5 миллиарда рублей. Принцип финансирования – 20% собственника и 80% кредитных средств. Таким образом, овощеводство закрытого грунта – одна из сложнейших капитала и трудоемких отраслей. Для активного ее развития просто необходима более уверенная государственная поддержка. Это и усиление контроля за импортом, и льготное кредитование тепличных хозяйств, а также более щадящая тарифная политика на энергоресурсы. Об этом же говорили и участники прошедшего этой весной в Белгороде слета овощеводов. Соответствующие предложения уже внесены в правительство страны. Остается только ждать. И все-таки половину нашего овощного рациона, согласно приведенным выше данным, должна составлять местная продукция. Мы решили проверить, присутствует ли она на прилавках магазинов и рынках областного центра. Вооружившись скрытой камерой, акценты отправились за покупками. Рыночные прилавки летом пестрят свежей зеленью, овощами и фруктами. Белгородские томаты и огурцы найти несложно. Они пока тепличные и не разнообразны сортами, но все же есть. Скажите, белгородские помидоры есть у вас? Белгородские. Кстати, да? Не бывает. Большие. Это разуминские? Зелень и вовсе вся уже местная, утверждают продавцы. Свежее не бывает. Есть и местные ягоды. Правда, местные у многих продавцов означает «низ-за далекой заграницы». Поэтому уточняйте, откуда именно. Клубника может быть из Абаяни или из украинского Мелитополя. И это на языке продавцов тоже местное. А вот и домашняя карачанская клубника. Если поискать, можно найти и ее. Не все могут ездить на рынок по несколько раз в неделю за свежей зеленью и овощами. Всегда проще зайти в супермаркет шаговой доступности. Но здесь вас ждет разочарование. Редис из Израиля, чеснок из Китая. Подустал лежать. Горцы какие-то такие смешные. Горцы иран. Это магнитости на купании. Зеленый. Москва. Помидорки из Рыб. Странно, но даже в магазине фермер. Из белгородских овощей и фруктов только огурцы и помидоры. О, теплица и белгород. Но это огурцы. Огурцы и помидоры. Помидоры тоже не похожи на разуминские. И вообще большая часть овощей в супермаркетах нам встречалась явно не первой свежести. Вкусного весеннего салата из этого не выйдет. Коприколы еще идут. Зеленый Астартик есть. О, Белгород. Купе. Прологаева. Петрушка. Медлара тоже. Белгородская. Да, белгородская. Я не знаю, что-то давно шли оттуда. Вахаческая. Даже лучше, чем без рай. А мы глядем. Может быть. Может быть. Китай. Вот, кстати, о чесноке. Очень полезный и добавляющий определенную вкусовую задоринку блюдам продукт. Но нам так и не удалось найти на прилавках не просто белгородского, в принципе, отечественного чеснока. Весь китайский. Продавцы говорят, что еще не сезон. Но опытные хозяйки подтвердят, что и в сезон надо постараться, чтобы купить его. А вот местного производителя чеснока мы нашли без труда. Куда же он поставляет свою продукцию? Выясним прямо сейчас. Игорь Болтенков вот уже 8 лет занимается выращиванием чеснока в Шебекинском районе. Полтора гектара земли отдано под эту культуру. Урожайность от 5 до 8 тонн с гектаром. Свободной нишей называют фермер свое дело. В России выращивается всего 10% чеснока от потребности населения. Все остальное поставляется из-за границы. В основном везут Испания, Китай. Самый большой производитель чеснока в мире – это Китай. Он на первом месте в топ-20 по миру. Россия на десятый год – это показатели. Китай на первом месте, Россия на четвертом месте, Соединенные Штаты на пятом месте по выращиванию чеснока. Но Китай – самый большой производитель, который выращивает 560 миллионов тонн чеснока. Китайского чеснока уже наелись. Никто не хочет есть. Все звонят и спрашивают – только российский чеснок. Более того, Игорь Болтенков сам разработал и внедрил производство оборудования по выращиванию и переработке чеснока. Оно не имеет аналогов. Существующее европейское оборудование технологически сложнее устроено и в десятки раз дороже. А потому заказы на швейкинские сеялки и машины для очистки поступают со всего мира. А так как конкуренции на практически свободном отечественном чесночном рынке наш герой не боится, он помогает начинающим предпринимателям открыть свой фермерский бизнес по его технологии. Технологию разработал я свою в выращивании чеснока. Получили три человека в Белгородской области, Курской области. Я предоставляю, если они берут технику мед для выращивания чеснока, предоставляю им бизнес-план. Смотря на какие площади они хотят, уже разработанные мною. Даже по моему бизнес-плану получают гаранты. Спрос на российский чеснок настолько велик, что швейкинский фермер закупает его и у населения. Многим хозяевам частных подворий сначала помогает посеять его своей техникой, а затем собрать урожай. Своих объемов для покрытия потребностей рынка уже не хватает. Но вот парадокс. В Белгородской области швейкинского чеснока нет. За ним едут со всей страны. А вот местные продавцы более выгодным считают закупать китайский. Чеснок берут в основном северные регионы. Сахалин берет чеснок. Камчатка. Ну и многие города даже берут магазины. То есть эти магазины, которые продают посадочный материал. Семена магазины берут. Это Нижний Новгород, Самара, Саратов, Оренбург. Вот. И перерабочек, которые берут на консервные заводы, колбасные заводы. А в области-то у нас есть ваш чеснок? В основном в области никто. Я как-то с Россией. Со всей России, но с областью. Я предложил чеснок, свой чеснок. Как магазин фермер называется, по-моему. Вот. Они сказали, сами привозите по 50 килограмм в неделю. И по 50 рублей. Я уже сказал, если по 50 рублей, то лучше вам китайским торговать, чем нашим чесноком. Вот. И это невыгодная цена. Если я могу продать по 90 рублей, по 100 рублей за килограмм, то зачем мне отдавать тот же магазин фермер или другой по 50 рублей. Овощеводство и садоводство – это именно тот случай, когда население не нужно уговаривать поддерживать отечественного производителя. В вопросах продовольственной безопасности здравый смысл жителей области всегда на стороне местных фруктов и овощей. Но, как выяснилось, этот рынок по-прежнему непаханное поле для предпринимательства. Занять свою нишу овощеводам и садоводам гораздо проще, чем представителям других отраслей сельского хозяйства. Но при условии применения современных технологий, внедрение которых требует немалых инвестиций. Именно поэтому в регионе принимаются программы развития и поддержки овощеводства и садоводства. Они пока на начальном этапе реализации. Но по законам экономики, воспользоваться шансом именно в начале развития рынка означает занять его львиную долю. На этом прощаюсь. Новые акценты через неделю расставим их в правильном порядке в эфире и на сайте мирбелогория.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова